В администрации округа прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений ведомств доложили об обстановке в Люберцах и посёлках. Всю минувшую неделю сотрудники Люберецкой полиции работали в усиленном режиме. За помощью в правоохранительные органы жители округа обратились 1600 раз. Возбуждено 21 уголовное дело, 20 раскрыто по горячим следам. Напряжённая семидневка выдалась и для пожарных. По сигналу тревога они выезжали 49 раз. Пожары произошли три в жилом секторе, один в квартирном жилом доме, Люберцы 3, почтовое отделение, дом 65, квартира 351, в результате пожаров пострадавших нет. И два в частном жилом секторе, в УСНТ, Виктория Кривина-Машкова и Ображкин-Малахов. Также в результате пожаров пострадавших нет. В единую дежурную диспетчерскую службу 112 поступило 11100 обращений. Из них чуть больше 700 звонков на горячую линию администрации. Служба 112-5276 обращений поступило по вопросам работы Казани скорой медицинской помощи, 2237 – политики ГИБДД, 52 обращения, связанные с вызовами пожарных спасателей, и 31 – специалистов аварийной газовой службы. На прошедшей неделе на территории городского учреждения происшествия не зафиксировано. На особом контроле главы городского округа Люберцы уборка дворов, прилегающих территорий и улиц от снега. Не все обслуживающие организации справляются с этой задачей. Проступает много жалоб. Поэтому там, где пророчные компании не справляются, я прошу приглашать их сюда без всяких зум-конференций, без всяких дистанционки, сюда их пригласить, провести работу, а дальше просто определиться, что с ними делать дальше. Кто хочет с нами работать, они должны, особенно в зимний период, он самый тяжелый для коммунальщиков, его надо как бы достойно и пережить, и отработать. Также коммунальные службы ведут мониторинг обращений по очистке кровель от снега и наледи. На прошлой неделе поступило два таких обращения. В связи с резким таянием снега работа по расчистке крыш от наледей и сосулек продолжится. Григорий Ворванин, Пётр Пономаренко, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.